Действительно, уже почти 30 лет, как я иглы вставляю в телач людей и формирую в них лёд. И с огромным удовольствием поделюсь не столько своим опытом, сколько своей точкой зрения. Нужно или можно судить о людях по их друзьям. Так вот, друзья у меня замечательные. Мои друзья и друзья моих друзей тоже мои друзья. А теперь давайте вспомним об основании Международного общества криохирургии. Давно оно было уже организовано, ещё в 1974 году. В этом участвовали профессор Хейджи Азаски, доктор Хаблин и многие из них уже не с нами. И у нас было много встреч организовано по всему миру. Последние две встречи были проведены в Китае, в Гуанчжоу. Замечательные были встречи и была замечательная встреча, уникальная, действительно фантастическая в Санкт-Петербурге. Помню её, сердечно помню её. И вот один из основателей, несколько месяцев назад, профессор Джованни Сейджа, был очень добр и упомянул о важности криохирургии на встрече в Триесте. И встреча была проведена в Триесте в Италии, и там мы проводили, собственно говоря, медицинский курс образования. Профессор представил прекрасную презентацию, он буквально всё упомянул, всё, что нужно сейчас иметь в виду. Нам нужны хорошие преподаватели, которые объясняют наш способ и которые могут достучаться до людских сердец. Ну, чтобы достучаться до сердца, нужно сначала логически доказать мозгу, что это полезно. Последняя встреча проходила в Танжине, в Китае. Собственно говоря, виртуальная была встреча из-за ковида, и тогда снова президентом был профессор Кончиньго из Китая. А теперь давайте-ка вспомним, с чего мы начинали 30 лет назад. Посмотрите, какие мощные и сложные в использовании. И большие были аппараты с огромными зондами. Потом перешли на систему Джон Томпсон. Гораздо меньше размера, и с помощью компьютера мы могли уже наши иглы вставлять в простату. Это было гораздо лучше, гораздо удобнее. Потом перешли в зонды, которые позволяли нам определять размер ледяного шарика. Это был серьезный прорыв, и здорово нам помогало в работе. Криохирургия все больше и больше существовала. Это всегда была командная работа. Вот, посмотрите, идет криохирургия простаты. И ультразвук, конечно, использовался для визуализации. И, наконец, последние годы. Вот какова ситуация сейчас. Преимуществами криохирургии является возможность в режиме реального времени мониторировать, что происходит. Для визуализации может использоваться ультразвук, АТ, МРТ. Но это уникальная возможность именно для криохирургии. Но, к сожалению, некоторые клетки могут переживать замораживание. И трудно видеть, что именно подвергается абляции. Все, что внутри этого шарика. По этой причине, как вы знаете, нам нужно замораживать в два раза, а иногда даже в три раза, с тем, чтобы край получался лучше. Это, в свою очередь, удлиняет процедуру. И когда мы доходим до очень низких температур внутри ткани, опухоли, соответственно, лёд должен заходить за область опухоли. И это проблематично для окружающих чувствительных тканей и органов, потому что может происходить коллективальное повреждение. А вот кое-что из источников литературных, то, что определяет теперешнее состояние людей. Вот исследование МОУШН, многоцентровая криобляция для аппалиации болезненных метастазов в костях. Все об этом знают, работает очень хорошо эта технология. Но вот что, интересно, посмотрите, что об этом сказано. Это позволило снизить потребление опиоидов, болеутоляющих, участниками этого исследования, благодаря именно криопроцедурам. Это хорошо, но достичь можно и большего. Некоторые центры, возможно, не такие уже эксперты. Может быть, они только в начале кривой обучения. То есть, возможно, у них ещё система не очень высокого качества. Хороших центров не так уж много. Результаты неплохие, но могли бы быть и лучше в хорошо обученных центрах с хорошо обученным персоналом. Теперь рак молочной железы. Тут очень противоречивые результаты. Все боятся использовать крио для молочной железы, потому что там всё не так консолидировано, как, например, при амостоктомии. Однако многие это делали для операбельных опухолей, либо по каким-то причинам, когда пациенты предпочитали криотехнологии. Вот очень интересное заявление. Локальный контроль опухоли достигал от 19% до 95%. 95% что это означает? Это означает, что если у нас 19% местного контроля, то это не для крио. Невозможно иметь такие плохие результаты, если знаешь, что делаешь. А если хорошо знаешь, что делаешь, ну что ж, тогда результаты будут гораздо лучше. И они, конечно же, вазоможны. Любой с опытом знает, что опыт важен в лечении. Не только метод, но и умение его применять. И вот что было подчёркнуто. Возможность использовать вместе с криотехнологиями также именно терапию в сочетании. Мы знаем, как хорошо работают ингибиторы контрольных точек ПДЛ-4, ПДЛ-1 и так далее. Эти ингибиторы могут помогать. И день за днём мы всё больше узнаём о том, как можно хороших результатов достигать иммунотерапии вместе с крио и после крио. Многие начали уже 7 лет назад, через них прошло сотни пациентов, но пока ещё данные недостаточны для обсуждения. Вот эта работа очень интересная. Здесь идёт сравнение микроволновой и криоабляции в случаях мелкоклеточного рака лёгких. Оба метода очень эффективны, но особенно хорошо крио работает на малых опухолях. На крупных опухолях микроволны работают лучше, хотя там и осложнений больше. И применять эту технологию сложнее. Давайте перейдём к почкам. Это одна из предпочитаемых терапий крио для именно проблемы с почками. И если сравнить частичную рефрактомию, лапароскопическую, роботную или ещё какую-то, если сравнить это только с крио отдельно, то, конечно, результаты крио хуже, несколько хуже по общим показателям. Однако, ведь крио даёт минимальные побочные явления, всё гораздо менее болезненно, и меньше повреждается сама почка при этой операции. Кроме того, это исследование несколько предвзятое, потому что минимальная ревозивная крио делается пациентом слабым, с сопутствующими заболеваниями, с проблемами и возрастным. Соответственно, даже общая осмертность здесь не совсем правильно рассматривается, потому что мы сравниваем апельсины с яблоками, а иногда яблоки с яблоками. И, читая такой статью, нужно читать и читать то, что и между строк тоже находится. Вот снова об эволюции современной криохирургии. Мы с Борисом Рубинском начали изучать этот вопрос несколько, много лет назад, и я результаты исследований представлял на встрече в Санкт-Петербурге в 2020 году. Мы стали делать крио плюс ещё что-нибудь. Что-нибудь — это электричество. Крио плюс электричество. С электролизом это совмещали. И вот эти две техники в сочетании замечательно работают. Они, пожалуй, самые старейшие. Лёд использовали ещё с XVIII века, и электролиз тоже достаточно старый, даже древний метод. И он доказал свою действенность с самого начала своей истории. Но никто не пытался объединить эти две технологии, эти два метода. И вот что получилось. Мы делали лабораторные исследования и многое другое. Мы очень хорошо работали в лаборатории и поняли, что можно делать электролиз через лёд до края льда. И разница огромна. Это означает, что этот слой в один сантиметр вокруг ледяного шара, там могут быть какие-то живые клетки, и это можно преодолеть, поместив вокруг, помимо крио, ещё и электролиз. Таким образом мы достигаем до края ледяного шара разрушения клеток. Это мы получаем. Что это означает? Во-первых, не нужно два или порой три цикла замораживания. Достаточно одного. Там, где лёд, можно использовать электролиз. И после этой процедуры не нужно нагревать, потому что электролиз уже убрал зонт. Вот так. Соответственно, процедура длится уже не 40 минут, а 20. Кроме того, мы экономим на использовании газа или азота, или что-нибудь там, чего-нибудь ещё. Итак, раньше у нас был жидкий азот, а теперь аргон плюс гелий. Либо суперхорошая технология с жидким азотом. Русская команда, с прухром во главе, это изобрела с прекрасными зондами. Они могут многоразово использоваться. Они очень недорогие. А будущее вот где. К КРИО можно ещё что-то добавить. И скомбинировать. Замораживание и электричество. Вот такая вот комбинация. Тогда на краю ледного жара мы можем визуализировать. А то, что видим, мы получаем. Это гораздо лучше, чем просто КРИО. Кроме того, можно делать абляцию возле сосудов кровеностых без риска слишком их повредить. Последний слайд объясняет следующее. Один зонд 1,2 мм. Получается прекрасный ледяной жар. Диаметр 35 на 52. И он сравним с 1,7р. Это один из наиболее часто используемых зондов. И что действительно подвергается абляции только газом, это вот эта часть. А газ плюс электричество гораздо больше получается вокруг, до красной линии. Так что абляция получается тотальная. Если сравнить 3,8, а один из самых мощных криозондов, которые мы используем, и получается 45 на 64, а настоящая абляция 25 на 44, и сравнить 35 на 52, зонд 1,2, это означает 25% диаметр другого зонда, и получаем двойной объем благодаря этому. Если сравнить 35 на 52, это объем абляции. И мы сравняем с 24 и 44. Это означает, здесь же кубическое все объем. Кубическое, да? Мы умножаем. Чтобы получить результат. Значит, зондом 1,2 мы получаем область абляции в два раза больше, чем зондом 3,8. Неплохой результат. Так что это уже не коммерческая информация. Вы знаете, очень трудно все перевести из экспериментов уже в клинические исследования. Однако мы до этого дошли, и я с удовольствием ожидаю дальнейших результатов этого изобретения. Вы знаете, в одиночку ничего не сделаешь. Нужна команда и командная работа. И нужно проверять свои действия, чтобы другие их проверяли. По этой причине у меня есть такое сильное ощущение, что вместе мы можем над этим поработать и достичь успеха. И эту технологию применять достаточно легко. Даже можно ее добавить к уже существующим аппаратам, к существующему оборудованию. Можно дооборудовать. Эта технология, возможно, не во всех ситуациях будет нужна, но иногда будет очень интересно иметь такую возможность для наших пациентов. С тем, чтобы была возможна комбинация двух терапий, крио и электролиза. Вот и все. С моей презентацией жду вопросов. Продолжение следует...